Британский парламент отказался от идеи контролировать переговоры по Брекзиту и все полномочия оставил правительству. Почему законодатели самоустранились от принятия решений по одному из важнейших процессов в истории Великобритании, знает Светлана Чернецкая, наш цукор в Лондоне. Порядок! Последние два дня в британском парламенте очень насыщенные. Депутаты обсуждают десятки поправок к закону о выходе страны из Европейского Союза. Каждую выносят на отдельное голосование. Горячие дебаты вызывает поправка относительно участия парламента в переговорах по Брекзиту. Она дает больше контроля депутатам за ходом переговоров и возможность созыва нового референдума по Брекзиту через год. Все остальные парламенты 27 стран Евросоюза в конце будут голосовать за одобрение соглашения между Британией и ЕС по Брекзиту, а нас, непосредственных участников процесса, лишают этой возможности. Это недопустимо. Правительство категорично. Только министры должны участвовать в переговорах с Брюсселем и принимать все ключевые решения. Привлечение к процессу еще и депутатов приведет к хаосу. Правительство не сможет продемонстрировать гибкость, необходимую для успешного ведения переговоров, если его руки свяжут в процессе. Это приведет ни к чему иному, как к невыгодной сделке для Британии. Ключевая идея, что именно правительство задает направление переговорам. Впрочем, в парламенте оказалось много несогласных с этим мнением. Дошло до того, что против воли собственного премьера собрались голосовать представители правящей консервативной партии. Такого Тереза Мэй допустить не могла, ведь измена соратников подорвала бы ее авторитет. Поэтому правительство пошло на компромисс и устно пообещало парламенту больше контроля над Брэкситом. Такое задабривание подействовало по правку отклонения. За отклонение 324 голоса. Против 298. Поэтому победа голосов за. А соответственно победа правительства. Тереза Мэй не допустила восстания и в очередной раз доказала, что контролирует парламент. Переговоры с Брюсселем по условиям развода продолжаются уже год. А формально выход Британии из ЕС запланирован на конец марта. Так что у правительства остается все меньше времени на решение междоусобиц внутри страны. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.